Добрый день. В этом выпуске программы «Фокус» мы покажем вам эксклюзивный репортаж из Тибета, куда доступ к журналистам закрыт с 2008 года. Однако нашему корреспонденту все же удалось получить семидневную визу в Тибет. То, что он там увидел, подтверждает слова Далай-Лама и правозащитников. Тибетская культура подвергается уничтожению. Страну наводнили китайские иммигранты, оппозицию подавляют. С 2009 года 120 тибетцев совершили самосожжение в знак протеста. Репортаж снят скрытой камерой. Лица собеседников скрыты из соображений безопасности. Сирил Паэн и Исмаил Вульф. Семь дней в Тибете. Восемь месяцев на то, чтобы усыпить деятельность китайских властей и получить визу. Плюс 48 часов на поезде. Столько времени нам потребовалось, чтобы попасть в Тибет. Проехав 3600 километров и поднявшись на высоту 4000 метров, мы приехали в Лхасу вместе с двумя с половиной тысячами китайских туристов-эмигрантов, ежедневно пребывающих в город богов. С момента протибетских выступлений 2008 года китайские власти постоянно ужесточают ограничения для иностранных туристов. Журналистам въезд запрещен. В Лхасе попадаешь в мир Оруэлла, где следят за каждым твоим шагом. Город похож на оккупированный, на улицах тысячи военных и полицейских. Камеры наблюдения, патрули проверки, обыски. Такова теперь повседневная жизнь тибетцев. Несмотря на большой риск, две молодые тибетки согласились встретиться и поговорить с нами на людной торговой улице. Как вы считаете, у вас есть свободы? Нет, откуда? У нас нет ни свободы, ни прав человека. Я верующая буддистка. Для нас Далай-Лама, как солнце. Но мы не можем об этом говорить вслух. Если я такое скажу, меня тут же посадят в тюрьму. Но так ли велика разница между свободой и тюрьмой для тибетцев, наследников древней культуры, живущих в самом сердце гималайского региона? Эта обширная стройка ведется в непосредственной близости от одного из священных мест Тибета, самого сердца духовной жизни страны, монастыря Джаканг. Столетиями сюда стекались паломники, а теперь китайское правительство возводит здесь торговый центр с подземной автостоянкой. Именно на этом месте ровно год назад подожгли себя два бывших монаха. Впервые столица стала местом осуществления столь крайней формы протеста. Всего за последние три года в Тибете произошло 120 самосожжений. Все они были выражением протеста против китайской политики в Тибете. Религия пронизывает всю жизнь тибетцев. Монахи пользуются высочайшим авторитетом в обществе. Именно поэтому на них и направлены основные усилия китайского правительства, стремящегося сделать их роль чисто поверхностной. Что вы думаете о Новой Лхасе, о переменах? Я вообще редко выхожу. Нам не рекомендуют покидать монастырь. Снаружи опасно, много патрулей, проверок. 50 лет назад монахи составляли 30% мужского населения Тибета. Сегодня их осталось менее 30 тысяч. Все, что им надо, это привлечь китайцев в наши храмы. Тибетцы от этого ничего не получают. Все деньги идут правительству. Предполагается, что в этом году в Тибет приедет 10 миллионов китайских туристов. Но у Пекина есть и другие амбициозные планы, связанные больше с китайцами, чем с тибетцами. В регион стекаются сотни тысяч мигрантов со всего Китая. Я в Лхасе, живу три года. Работаю на стройке. А зачем вы сюда пришли, в храм? Почем знать, может в этом году удастся денег побольше заработать? Трудно предположить, каким будет Тибет через 10 лет. Что оставит после себя жестокие репрессии, культурная ассимиляция и военная оккупация? Но уже сейчас можно сказать, что Тибет стал лишь бледной тенью того, каким он был когда-то. Это был Сирил Паэн из Тибета. А сейчас к нам присоединится Николас Беклин из гонконгского отделения Human Rights Watch. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Я думаю, самые пугающие цифры в этом репортаже — это число самосожжений в Тибете — 120. Николас Беклин. Ситуация в Тибете сейчас хуже, чем когда-либо. В 2008 году по Тибету прокатилась волна демонстраций, которые носили в основном мирный характер, хотя были и единичные случаи нападений на правительственные здания и полицейские участки. С тех пор китайское правительство проводит крупномасштабную кампанию подавления по всему Тибетскому Нагорю. Проблема в том, что в Тибете на самом деле нет тибетских повстанцев, нет мятежа. Китайские партии и правительства просто хотят исключить даже потенциальную поддержку со стороны тибетцев Далай-Лама, который с 59-го года живет в изгнании в Индии. И это та проблема, с которой сегодня сталкиваются тибетцы. Растущее давление со стороны Китая, цель которого очень расплывчатая и отдаленная. Тибетская культура обречена? Большинство специалистов скажут вам, что пик разрушений пришелся на времена культурной революции. Я думаю, что сейчас Китайская Народная Республика на самом деле пытается переделать тибетскую культуру, чтобы она стала безопасной для китайского государства, но она не стремится полностью уничтожить ее. Мы должны признать, что многие тибетцы хотят модернизации и экономического роста. Им нужны электричество, вода и так далее. Но, конечно, у тибетцев нет никакой возможности сохранить свое традиционное наследие под таким мощным давлением со стороны китайского государства. Так что тибетская культура, по крайней мере традиционная культура, находится под большой угрозой. Как это ни печально? Пекин постоянно приводит в качестве аргумента, что тибет – это часть Китая. В тибет вкладываются большие деньги, там идет экономическое развитие. Да, действительно. И в этом нет ничего нового. Американцы во Вьетнаме, французы в Алжире тоже занимались развитием экономики и социальных услуг в рамках политики подавления протестов. Китай действительно вкладывает большие деньги в тибет, в стремлении повысить уровень жизни тибетцев, повысить их материальное благосостояние. Но этого недостаточно. Людям необходим определенный уровень свободы. Они хотят иметь возможность говорить по-тибетски в школах и на работе. Они хотят религиозной свободы. Но ничто из того, что Китай делает в области экономики, не может компенсировать стремление тибетцев к большей свободе и автономии. С учетом важности в экономической роли Китая для целого ряда западных стран, какое влияние они могут позволить себе оказывать на Пекин? Например, Пекин отказался разговаривать с Николай Саркази, бывшим президентом Франции, после того, как тот встретился с Далай-Ламой. А Франсуа Алланд был в Китае пару недель назад и ни словом не обмолвился о тибетском вопросе. Я думаю, это красноречиво говорит об отсутствии координации и неспособности к согласованным действиям европейских стран по тибетскому вопросу. Потому что Саркази, Кэмерон, Меркель, все они встречались с Далай-Ламой, но делали это под давлением со стороны собственных граждан и мирового сообщества. Эти встречи не носили официального характера, и китайскому правительству ничего не стоило наказать их за эти встречи. Так что тут нужно хоть минимальное сотрудничество. Потому что все правительства согласны с тем, что Пекин не может диктовать главам европейских государств, с кем им встречаться, а с кем нет. А учитывая, что Китай не вступает в переговоры по тибетскому вопросу с китайским правительством, невозможно завязать рациональное обсуждение тибетского вопроса. Единственное решение — повышать значимость этой темы, встречаясь с Далай-Ламой и тибетским правительством в эмиграции. Это был Николас Беклен. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо за интересные ответы. Это была программа «Фокус» на канале Франция 24.